Преподобный Никодим Святогорец. Невидимая брань. Перевод с греческого святителя Феофана Затворника. Часть первая. Предисловие. Составлено старцем Никодимом к рукописи, которую он пользовался. Настоящая душеполезная книжица справедливо носит данное ей название «Невидимая брань». Как многие из священных и богодухновенных книг Ветхого и Нового Завета получили свое наименование от самих предметов, о коих они поучают, Книга Бытия, например, названа так, потому что возвещает о сотворении и благоустроении всего сущего из несущего. Исход, потому что описывает исход сынов Израиля из Египта. Левит, потому что содержит устав священно действий для колена левицкого. Книги царств, потому что повествуют о жизни и деяниях царей. Евангелия, потому что благовествуют радость велию, як родися спас миру Христос Господь. И указывают всем верный путь ко спасению и наследию вечно блаженной жизни. Так, кто не согласится, что и настоящая книга, судя по содержанию ее и по предметам, которыми она занимается, достодолжно названа бранью невидимой. Ибо она поучает не о какой-либо чувственной и видимой брани, и не о врагах явных и телесных, но о брани мысленной и невидимой, какую каждый христианин восприемлет с того часа, как окрестится и даст пред Богом обет, воевать за него, во славу божественного имени его, даже до смерти. Почему написанное в книге чисел, сего ради глаголица в книзе, брань Господня иносказательно написано о сей невидимой брани? И о врагах бестелесных и неявных, кою суть различные страсти и похотения плоти, и демоны злые, и человеконенавистные, день и ночь, не перестающие воевать против нас, как сказал блаженный Павел, несть наша брань к крови и плоти, но к началам и ко властям, и к миродержателям тьмы века сего, к духовом злобы поднебесным. Воины, ведущие борьбу в этой невидимой брани, получает она, суть все христиане. Военачальником их изображается Господь наш Иисус Христос, окруженный и сопровождаемый тысяченачальниками и стоначальниками, то есть всеми чинами ангелов и святых. Поприще брани, бранное поле, место, где происходит сама борьба, есть собственное наше сердце и весь внутренний человек. Время брани – вся наша жизнь. Какие же суть оружия, в которой облекает своих воинов эта невидимая брань? Слушай. Шлемом для них служит совершенное себе неверие и совершенное на себя ненадеяние. Щитом и кольчугой – дерзновенная вера в Бога и твердое на Него упование. Браней и нагрудником – поучение в страданиях Господа. Поясом – отсечение плотских страстей. Обувью – смирение и немощности своей постоянное признание и чувство. Шпорами – терпение в искушениях и отгнание нерадения. Мечом, который непрестанно держат они в одной руке – молитва, как словесная, так и мысленная, сердечная. Копьем трехострийным, которое держат они в другой руке – твердая решимость отнюдь не соглашаться на борющую страсть, отрывать ее от себя с гневом и ненавидеть от всего сердца. Средством и пищей, которыми подкрепляются они на сопротивление врагам, частое причастие богообщения, как таинственного от таинственной жертвы, так и мысленного, светлую и безоблачную атмосферой, дающую им возможность издали усматривать врагов, всегдашнее упражнение ума – в познании того, что право есть пред Господом, всегдашнее упражнение воли – в вожделивании одного того, что благоугодно Богу, мир и спокойствие сердца. Здесь, здесь, в этой невидимой брани, то есть в книге, или лучше сказать, в этой брани Господней, воины Христовы научаются познанию различных прелестей, многообразных козней, недомыслимых лукавств и хитростей воинских, какие употребляют против них мысленные супостаты посредством чувств, посредством фантазии, посредством лишения страха Божия, особенно же посредством четырех прилогов, какие вносят они в сердце во время смерти, разумею, прилоги неверия, отчаяния, тщеславия и преображения их самих в ангелов света. Научаясь же распознавать все сие, они и сами при этом умудряются, как разрушать такие козни врагов и противоборствовать им, и познают, какой тактики и какого закона брани должно им в каком случае держаться и с каким мужеством вступать в борьбу. И коротко скажу, эту книгую всякий человек, желающий спасения, научается, как побеждать невидимых врагов своих, чтобы стяжать сокровища истинных и божественных добродетелей, и зато получить нетленный венец и залог вечный, который есть единение с Богом и в нынешнем веке, и в будущем. Примите же, христолюбивые читатели, настоящую книгу радостно и благосклонно, и, научаясь в ней искусству невидимой брани, старайтесь не просто только воевать, но и законно воевать, воевать как должно, чтоб и увенчанными быть, потому что, по апостолу, бывает, что иной хоть и подвязается, однако же не венчается, если незаконно подвязался. Облекитесь в оружие, какие оно указывает вам, чтоб насмерть поразить ими своих мысленных и невидимых врагов, кои суть душепагубные страсти, и их устроители и возбудители – демоны. Облицитесь во вся оружие Божие, яко возмущивом стати противу кознем дьявольским. Вспомните, как при святом крещении обещали вы пребывать в отречении от сатаны и всех дел его, и всего служения его, и всей гордыни его, то есть сластолюбие, славолюбие, сребролюбие и прочих страстей. Подвязайтесь же, сколько можете, чтоб обратить его вспять, посрамить и победить во всем совершенстве. А какие воздаяния и награды имеете вы получить за такую победу свою? Весьма многие и великие. И послушайте о них из уст самого Господа, который обещает их вам в святом откровении слово в слово так. Побеждающему дам ясти от древа животного, ежи есть посреди рая Божия. Побеждай ей, не имать вредитеся от смерти вторые. Побеждающему дам ясти от манны сокровенные. Побеждающему и соблюдающему дела моя до конца дам ему власть на языцах и дам ему звезду утреннюю. Побеждая ей, той обличется в ризы белые и исповем имя его пред отцем моим и пред ангелы его. Побеждающему сотворю столпа в церкви Бога моего. Побеждающему дам сесть и со мною на престоле моем. Побеждая ей, наследит вся, и буду ему Бог, и той будет мне в сына. «Видите, какие удостоенья, видите, какие воздаяния, видите этот осмисоставный и многоцветный нетленный венец или лучше эти венцы, которые сплетаются для вас, братья, если победите дьявола. Вот об этом теперь и пекитесь, из-за этого подвязайтесь и от всего воздерживайтесь, да никто же приимет венца вашего». Ибо воистину стыд великий, что те, которые подвязаются на ресталищах в телесных и внешних подвигах, в пять раз больше от всего воздерживаются, чтобы получить какой-нибудь тленный венец из дикой маслины, или из пальмовой ветви, или из финиковой, или из лавровой, или из миртовой, или из другого какого растения. А вы, имеющие получить такой нетленный венец, проводите жизнь свою в нерадении и беспечности. Не пробудит ли вас от этого сна хоть слово святого Павла, который говорит «Не вести ли, якотекущие в позорище, вси уба текут, един же приемлет честь?» Так отеците, да постигните, всякбо подвязайся от всех воздержиться, и они уба да истленен венец приимут, мы же не истленен. Если же, воодушевившись ревностью, сподобитесь вы такой победы и таких светлых венцов, то не забудьте тогда, братья мои, помолиться ко Господу о прощении грехов и того, кто был вам с поспешником к получению такого блага посредством настоящей книги. Прежде всего, не забудьте воздеть очи свои к небу и воздать благодарение и славу первому источнику и совершителю такой вашей победы Богу и, начало вождю вашему, Иисусу Христу, говоря каждый к Нему оное зарававелево слово «От Тебя, Господи, победа, и Твоя есть слава, я же то, чью раб Твой». И другое, пророком Давидом изреченное «Тебе, Господи, величество и слава, и одоление, и исповедание, и крепость, ныне и во веки веков. Аминь». Всякое зло дерзко входит в рот человеческий через господство страстей. Как Бог всеми возможными средствами ведет нас к жизни, так сатана употребляет все способы умертвить нас. Но нет у дьявола ничего столь вредного, отчего не нашлось бы у нас противоборствующего средства. Нет такой тайной сети, о которой не имели бы мы сведения. Глава первая. В чем состоит христианское совершенство? Для стяжания его необходимо брань. Четыре вещи, крайне потребные для успеха всей брани. Все мы, естественно, желаем и заповедь имеем быть совершенными. Господь заповедует, будете вы совершенны, яка Отец ваш Небесный совершен есть. Святой Павел убеждает, злобую младенствуйте, у мы же совершенней бывайте. В другом месте у него же читаем, да будете совершенни и исполнени. И опять, на совершение доведемся. Предначертывалась эта заповедь и в Ветхом Завете. Так Бог говорит Израилю во второзаконии. Совершен да будешь и пред Господем Богом твоим. И святой Давид тоже заповедует сыну своему Соломону. И ныне, Соломоне, сыне мой, да знаешь и Бога отцев твоих, и служи ему сердцем совершенным и душевную волею. После сего не можем не видеть, что Бог требует от христиан полноты совершенства. Требует, то есть, чтобы мы были совершенны во всех добродетелях. Но если ты, возлюбленный во Христе читатель мой, желаешь достигнуть такой высоты, надо бы на тебе наперед узнать, в чем состоит христианское совершенство. Ибо не узнавши этого, можешь уклониться от настоящего пути и думая, что течешь к совершенству, направляться совсем в другую сторону. Скажу прямо, самое совершенное и великое дело, которого только может желать и достигнуть человек, есть сближение с Богом и пребывание в единении с Ним. Но немало таких, которые говорят, что совершенство жизни христианской состоит в пощениях, бдениях, коленопреклонениях, спании на голой земле и в других подобных строгостях телесных. Иные говорят, что оно состоит в совершении многих молитвословий дома и в выстаивании долгих служб церковных. А есть и такие, которые полагают, что совершенство наше всецело состоит в умной молитве, в уединении, отшельничестве и молчании. Наибольшая же часть ограничивает сие совершенство точным исполнением всех уставом положенных подвижнических деланий, не уклоняясь ни к излишеству, ни к недостатку в чем-либо, одержась золотой середины. Однако же все эти добродетели одни не составляют искомого христианского совершенства, но суть лишь средства и способы к достижению его. Что они суть средства и средства действенные к достижению совершенства в христианской жизни, в этом нет никакого сомнения, ибо видим очень многих добродетельных мужей, которые проходят как должность и добродетели с тою целью, чтобы получить через это силу и мощь против своей греховности и худости, чтобы почерпнуть из них мужество противостоять искушениям и обольщениям трех главных врагов наших плоти, мира и дьявола, чтобы запастись в них и через них духовными пособиями, столь необходимыми для всех рабов Божиих, особенно же для новоначальных. Они постятся, чтобы смирить плоть свою буйную, совершают бдение, чтобы изощрять око свое умное, спят на голой земле, чтобы не разнеживаться сном, связывают язык молчанием и уединяются, чтобы избежать и малейших поводов к учению чего-либо оскорбляющего всесвятаго Бога, творят молитвы, выстаивают службы церковные и иные совершают дела благочестия, для того, чтобы внимание их не отходило от вещей небесных, читают о жизни и страданиях Господа нашего не для другого чего, но для того, чтобы лучше познать собственную свою худость и благосердую благость Божию, чтобы научиться и расположиться последовать Господу Иисусу Христу с самоотвержением и крестом на раменах своих, и чтобы паче и паче возгревать в себе любовь к Богу и нелюбие к себе. Но с другой стороны, эти же добродетели тем, которые в них полагают всю основу своей жизни и своего упования, могут причинить большой вред, нежели явные их опущения, не сами по себе, потому что они благочестны и святы, а по вине тех, которые никак как должно пользуются ими. Именно когда они, внимая только сим добродетелем, внешне совершаемым, оставляют сердце свое тещи в собственных своих валениях и в валениях дьявола, которые, видя, что они соступили с правого пути, не мешают им не только с радостью подвязаться в этих телесных подвигах, но и расширять и умножать их по суетному их помыслу. Испытывая при всем некоторые духовные движения и утешения, делатели сии начинают думать о себе, что возвысились уже до состояния чинов ангельских и чувствуют в себе присутствие самого Бога. Иной же раз, углубившись в созерцание каких-либо отвлеченных, неземных вещей, мечтают о себе, будто совсем выступили из области мира сего и восхищены до третьего неба. Но как погрешительно действуют таковые и как далеко отстоят от истинного совершенства, это всякий может разуметь, судя по жизни их и по их нраву. Они обыкновенно желают, чтобы их предпочитали другим во всяком случае. Они любят жить по своей воле и всегда упорны в своих решениях. Они слепы во всем, что касается их самих, но весьма зорки и старательны в разбирательстве дел и слов других. Если кто начнет пользоваться почетом у других, какой и как им думается имеют они, они не могут этого стерпеть и явно делаются немирными к нему. Если кто помешает им в их благочестивых занятиях и подвижнических деланиях, особенно в присутствии других, «Боже, сохрани», они тотчас возмущаются, тотчас кипятятся гневом и становятся совсем другими на себя непохожими. Если Бог, желая привести их к познанию себя самих и направить на истинный путь к совершенству, пошлет им скорби и болезни или попустит подвергнуться гонениям, которыми обычно он испытывает, кто истинные и настоящие рабы его, тогда обнаруживается, что скрывалось в сердце их и как глубоко растленны они гордостью. Ибо какая бы с ними ни случилась прискорбность, они не хотят подклонить выю свою под иго воли Божией, упокоиваясь на праведных и сокровенных судах его, и не желают по примеру смирившего себя ради нас и пострадавшего Господа нашего Иисуса Христа Сына Божия смирить себя паче всех тварей, почитая любезными друзьями гонителей своих, как орудия божественной к ним благостыни из поспешников их спасения. Почему очевидно, что они находятся в великой опасности? Имея внутреннее свое око, то есть ум свой помраченным, им смотрят они и на самих себя, и смотрят неверно. Помышляя о внешних своих делах благочестия, что они хороши у них, они думают, что достигли уже совершенства и, возгордеваясь от этого, начинают осуждать других. После сего нет уже возможности, чтобы кто-либо из людей обратил таковых, кроме особого Божия воздействия. Удобнее обратиться на добро явному грешнику, нежели скрытному, укрывающемуся под покровом видимых добродетелей. Теперь, узнавши так ясно и определенно, что духовная жизнь и совершенство не состоит в одних только видимых добродетелях, о которых мы сказали, узнай то, что она не состоит и в другом чем, кроме как в сближении с Богом и в единении с Ним, как сказано вначале. В связи с чем состоят сердечное исповедание благости и величие Божие, и сознание собственной нашей ничтожности и склонности на всякое зло. Любовь к Богу и нелюбие к себе самим, подчинение себя не только Богу, но и всем тварям из любви к Богу, отвержение всякой собственной нашей воли и совершенная покорность воле Божией, и при том желание всего этого и совершение от чистого сердца во славу Божию. Только для одного благоугождения Богу, только потому, что так хочет Он Сам и что так надлежит нам любить Его и работать Ему. Вот закон любви, начертанный перстом самого Бога в сердцах верных рабов Его. Вот отвержение самих себя, какого требует от нас Бог. Вот благое иго Иисуса Христа и легкое бремя Его. Вот покорность воле Божией, которой требует от нас Искупитель наш и Учитель, и собственным примером Своим и Своим Словом. Ибо не повелел ли наш начальник и совершитель нашего спасения Господь Иисус говорить в молитве Своей к Небесному Отцу Отче наш да будет воля Твоя яко на небеси и на земли. И сам Он, вступая в подвиг страданий, не возглашал ли не моя Отче, но Твоя да будет воля. И о всем деле своем не сказал ли с недох с небесе не дотворю волю мою, но волю пославши гомя Отца. Видишь теперь, братья, в чем дело? Предполагаю, что ты изъявляешь готовность и порываешься достигнуть высоты такого совершенства. Буди благословен рвение твое, но готовься и на труд, пот и борение с первых же шагов течения твоего. Все должен ты придать в жертву Богу и творить одну волю Его, но ты в себе самом встретишь столько волений, сколько у тебя сил и потребностей, которые все требуют удовлетворения, невзирая на то, согласна ли то с волею Божией. Потому для достижения вожжеланной тобою цели тебе необходимо сначала подавлять свои собственные воления, а наконец и совсем их погасить и умертвить. А чтобы успеть в этом, должно тебе непрестанно себе противиться в худом и принуждать себя на доброе, иначе должно непрестанно бороться с собою и со всем, что благоприятствует твоим волением, возбуждает и поддерживает их. Уготовься же на такое борение и на такую брань и ведай, что венец достижения в желанной тобою цели не дается никому, кроме доблестных воителей и борцов. Но насколько брань сия наитруднейша, есть паче всякой другой, так как вступая в брань с собою, в себе же самих встречаем и противовоителей, столь же победа в ней наиславнейша паче всякой другой и главное паче всего благоугоднейша Богу. Ибо если же воодушевясь ревностью победишь и умертвишь беспорядочные страсти свои, свои похотения и валения, то благоугодишь Богу паче и поработаешь Ему благолепнее, нежели избечевывая себя до крови и истощая себя постом больше всех древних пустынножителей. Даже то, если ты искупив сотни рабов христиан из рабства у нечестивых дашь им свободу, не спасет тебя, если ты при этом сам пребываешь в рабстве у страстей. И какое бы вообще дело, будь оно самое великое, не предпринял ты, и с каким трудом и какими пожертвованиями не совершил бы его, не доведет оно до той цели, какую достигнуть возжелал ты, если при том ты оставляешь без внимания страсти свои, давая им свободу жить и действовать в тебе. Наконец, после того, как узнал ты, в чем состоит христианское совершенство, и что для достижения его необходимо тебе вести непрестанную и жестокую брань самим собою, надлежит тебе, если истинно желаешь сделаться победителем всей невидимой брани и исподобиться достодолжного зато венца водрузить в сердце своем следующие четыре расположения и духовное делание, как бы облещись в невидимые оружия, самые благонадежные и всепобедительные, именно никогда ни в чем не надеяться на себя, носить в сердце всегда полное и вседерзновенное упование на единого Бога, непрестанно подвизаться, всегда пребывать в молитве. Глава вторая «Никогда ни в чем не должно верить себе самим и надеяться на самих себя». «Не полагаться на самих себя, возлюбленные мне братья, столь необходимо в нашей брани, что без всего, будь в том уверен, не только невозможешь одержать желаемой победы, не устоишь даже в самом незначительном нападении на тебя врага». Запечатлей это поглубже в уме своем и сердце. Со времени преступления прародителя нашего мы, несмотря на расслабление своих духовно-нравственных сил, обыкновенно думаем о себе очень высоко. Хотя каждодневный опыт очень впечатлительно удостоверяет нас в лживости такого о себе мнения, мы в непонятном самопрельщении не перестаем верить, что мы нечто и нечто немаловажное. Это, однако, ж духовная немощь наша, весьма трудно притом замечаемая и сознаваемая, паче всего в нас противно Богу, как первое исчадие нашей самости и самолюбия, и источник, корень и причина всех страстей и всех наших падений и непотребств. Она затворяет ту дверь в уме или в духе, через которую одну обыкновенно входит в нас благодать Божия, не давая благодати сей войти внутрь и возобитать в человеке. Она и отступает от него, ибо как может благодать для просвещения и помощи войти в того человека, который думает о себе, что он есть нечто великое, что сам все знает и не нуждается ни в чьей сторонней помощи. Господь да избавит нас от такой люциферовской болезни и страсти. Имеющих эту страсть самомнения и самоценности, Бог строго укоряет через пророка, говоря, «Горе и же мудри в себе самих и пред собою разумни». Потому апостол Павел и внушает нам, не бывайте мудри о себе. Ненавидя же это злое в нас самомнение, Бог ничего напротив так не любит и так не желает видеть в нас, как искреннее сознание своей ничтожности и полное убеждение и чувство, что всякое в нас добро, в нашем естестве и в нашей жизни происходит от него единого, как источника всякого блага, и что от нас не может произойти ничего истинно доброго, ни помысл добрый, ни доброе дело. Почему сам же он и печется промыслительно насадить этот небесный росток в сердцах возлюбленных другов своих, возбуждая в них неценение себя и утверждая ненадеяние на себя, иногда через благодатное воздействие и внутреннее озарение, иногда внешними ударами и скорбями, иногда нечаянными и почти непреодолимыми искушениями, а иногда и другими способами для нас не всегда понятными. При всем том, однако ж, хотя это нечаяние от себя ничего доброго и ненадеяние на себя, есть Божие в нас дело, мы из своей стороны должны делать всякие усилия для стяжания такого расположения, делать все, что можем и что в нашей власти. И я, братья мои, намечаю тебе здесь четыре делания, в силу которых ты с Божьей помощью можешь улучить наконец неверие себе или то, чтобы никогда ни в чем на себя не надеяться. Первое. Познай свое ничтожество и постоянно содержи в мысли, что ты сам собою не можешь делать никакого добра, за которое оказался бы достойным Царствия Небесного. Слушай, что говорят богомудрые отцы. Петр Дамаскин уверяет, что ничего нет лучше, как познать свою немощность и неведение, и ничего нет хуже, как не сознавать этого. Святой Максим Исповедник учит, что основание всякой добродетели есть познание человеческой немощности. Святой Иоанн Златоуст утверждает, что тот только и знает себя наилучшим образом, кто думает о себе, что он ничто. Второе. Ищи помощи всем у Бога в теплых и смиренных молитвах, ибо это его есть дар. И если ты желаешь получить его, то тебе надлежит прежде водворить в себе убеждение, что ты не только не имеешь такого о себе сознания, но что истяжать его совсем не можешь сам собой. Затем дерзновенно предстоя предвеличием Бога и твердо веруя, что по безмерному своему благоутробию он всеконечно дарует тебе такое себе познание, когда и как знает, не допускай уже отнюдь ни малейшего сомнения, что ты действительно получишь его. Третье. Привыкай всегда опасаться за себя и бояться бесчисленных врагов своих, которым не можешь ты противостоять и малое время. Бойся долгого их навыка вести с нами брань, их вселукавства и засад, их преображения в ангелов света, их бесчисленных козней и сетей, которые тайно расставляют они на пути твоей добродетельной жизни. Четвертое. Если впадешь в какое-либо прегрешение, как можно живее, обращайся к узрению немощности своей и сознанию ее. На тот случай Бог и попустил тебя пасть, чтобы ты лучше познал слабость свою и таким образом не только сам научился презирать самого себя, но возжелал быть презираемым и от других по причине толикой слабости своей. Ведай, что без такого желания невозможно возродиться в тебе и укорениться благодетельному неверию себе, в котором основание и начало истинного смирения и которое само имеет основу в сказанном опытном познании своего бессилия и своей ненадежности. Из сего всякий видит, сколь необходимо для желающего стать причастником света небесного, познать самого себя и как к таковому познанию благость Божия гордых и самонадеянных обычно приводит посредством их падений, праведно попуская им впасть в то самое прегрешение, от которого предохранить себя, они сами себя считают довольно сильными, допознают немощь свою и да не дерзают более полагаться на себя, как в этом, так и во всем другом. Однако же это средство, хотя и очень действенное, но и небезопасное, Бог не всегда употребляет, но когда уже все другие средства, более легкие и свободные, о которых мы помянули, не приводят человека к самопознанию, тогда уже наконец попускает он человеку падать в грехи, большие или малые, судя по великости или малости его гордости, самомнение, и самонадеянности, так что, где нет такого самомнения и самонадеянности, там не бывает и вразумительных падений. Посему, когда случится тебе пасть, спешно беги помыслами к смиренному самопознанию и уничиженному о себе мнению и чувству, и докучательную молитвою взыщи у Бога дарование тебе истинного света для познания ничтожности своей и утверждения сердца своего в ненадеянии на себя, чтобы опять не впасть в то же или еще более тяжкое и разорительное прегрешение. Прибавлю к всему, что не только когда кто впадет в какой-либо грех, но и когда подпадает к какому несчастью, бедствию и скорби, особенно телесной болезни, нелегкой и долговременной, должно ему разуметь, что сие страждет он, чтобы пришел в самопознание, а именно в сознание своей немощности и смирился. На этот случай и для этой цели попускается Богом, чтобы находили на нас всякого рода искушения от дьявола, от людей и от поврежденного естества нашего. И святой Павел эту цель видя в искушениях, каким подвергался он в Азии, говорил «Сами в себе осуждение смерти и мехом, да не надеющиеся будем нася, но на Бога, восставляющего мертвые». И еще приложу. Кто хочет познать немощность свою из самой действительной своей жизни, тот пусть не говорю много дней, но хоть один день понаблюдает свои помыслы, слова и дела, о чем думал, что говорил и делал. Несомненно найдет он, что большая часть его помыслов, слов и дел были погрешительны, неправы, неразумны и худы. Такой опыт впечатлительно даст ему понять, сколь он нестроен в себе и немощен, а от такого понятия, если он искренне желает себе добра, дойдет до восчувствования, сколь нелепо ожидать какого-либо добра от себя одного и надеяться на себя. Редактор субтитров А.Семкин